Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И заканчивая разговор о втором послании к Фесслоне Кейтсу, мы обратимся сейчас к его третьей главе. Как мы уже видели, говоря о второй главе предыдущей, среди христиан второй половины первого столетия, циркулирует наряду с другими такое представление о том, что конец времен очень близко, вот-вот сейчас все наступит, и поэтому можно расслабиться, и уже ничего делать не нужно. Ни общину свою строить, ни ближнего любить, ни трудиться ради Бога и ближнего, и так далее, и тому подобное. И вот мы видим, как автор второго послания к Фесслоне Кейтсу, быть может, сам апостол Павел, говорит о том, что нет, нет, на самом деле, реально сейчас происходит выбор вами Христа, и если вы выбираете Христа, то остальное все уже для вас не нужно. Это и есть то, что удерживает мир от царства зла и насилия. Хорошо. Вот. А в третьей главе апостол говорит еще одну чрезвычайно важную мысль в качестве указания, в качестве такого императива, которому, как он предполагает, его читателям нужно следовать. Вот. Молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей. О каких именно противниках апостола речь идет, не так легко сказать. Кого же он называет беспорядочными и лукавыми людьми? Ну, как и в других посланиях, возможно, что речь идет о иудействующих, хотя, собственно, никаких намеков на это, оснований для такого взгляда в данном послании апостола Павла нет. Обычно толкователи и исследователи склонны считать, что речь идет как раз вот о таких апокалиптических алармистах, о тех, кто кричат, что «Ой, вот сейчас Цезарь всем назначил инэне, и будет конец света». Нечего работать, удираем в леса или куда-нибудь еще. Речь идет о таком, повторяю, эскатологическом алармизме. Апостол Павел противопоставляет этому совершенно другую позицию, совершенно другой способ действия. Он говорит, верен Господь, мы уверены в Господе, что Господь управит сердца ваши в любовь Божью и терпение Христово. В любовь Божью и терпение Христово. Как и в предыдущих главах, он понимает, что это дар Божий. Вот Бог управит сердца ваши. И дальше он говорит, что надо работать, надо работать. Приводит себя в пример, как и в других местах, в других посланиях. Он говорит, что завещаем вам, братья, удаляться от всякого, поступающего бесчинно. Лучше вам подражать нам. Мы не бесчинствовали у вас. Что же он называет бесчинством? А оказывается, что бесчинством он называет ситуацию, когда люди не работают, а обременяют собой других. Ну, то есть требуют, чтобы их содержали, чтобы их кормили, чтобы им там, значит, какие-нибудь средства отчисляли. Это постоянно происходит и воспроизводится из поколения в поколение. Но вот апостол Павел считает это бесчинством, то есть тем, чего никак не может быть в христианской церкви, никак не может быть в христианской общине. Говорит, вот, подражайте нам, имея в виду самого себя, подражайте мне. Мы ни у кого не ели хлеба даром. Ни у кого не ели хлеба даром, чтобы не обременить кого-нибудь из вас. Он в нескольких местах в своих посланиях обращает внимание на то, что, в общем, как апостол он, может быть, и имел бы право, и что трудящийся достоин питания от жертвенника, но сам Павел так не делает. Он говорит, мы дали вам образец для подражания, что нельзя, невозможно, это бесчинство было бы перед Богом обременять собою других. Ну, и это, конечно, слова, которые очень важно услышать и запомнить. Услышать и запомнить. Апостол, во-первых, говорит о том, что надо себе зарабатывать на хлеб. Каждый должен это делать. Каждый должен это делать. Если у него есть, вообще-то такая возможность и силы. Понятно, что речь не идет о младенцах или беспомощных стариках. Но если ты не то и не другое, то надо зарабатывать себе на хлеб. Трудом не обременять собой других. Никто тебя содержать не обязан. Это крайне важная вещь. Крайне важная. И вот апостол говорит о том, что для христианской общины это было бы бесчинством. А в другом месте он пишет, что все у вас должно быть благопристойно и по чину. Для него этот таксис, чин, упорядоченность какая-то, осмысленность, по-видимому, вещи достаточно важные. И вот он говорит от бездельников, ну, постарайтесь держаться подальше. Потому что чем бы это безделье люди не мотивировали, это все равно бесчинство. Подражайте нам, подражайте нам в этом, говорит апостол Павел. И дальше, мы же, говорит он, завещали вам все, кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Кто не работает, тот не ешь. Ну, надо обратить внимание, что в отличие от большевиков, здесь Павел не в приказном тоне формулирует, а в форме призыва, обращенного к тому человеку, который для себя решает, работать или не работать, есть или не есть. Но мы слышим, говорит он, что у вас некоторые поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Ну, вот так. Если ты ничего не делаешь, значит, суетишься. Неприятные слова все это, неприятные. Потому что где-то примерно лет через 250-300 после написания этих слов апостолам Павлом, ну, может быть, чуть больше, 400, христиане их напрочь забыли. И появился такой феномен, как профессиональные верующие. Ну, в общем, трудно, конечно, сейчас с этим что-то сделать. Ну, может быть, и не о том надо думать, что с этим делать, а о том, как быть тебе самому, да, в ответ на эти слова. Кто не работает, тот и не ешь. Ну, и, помимо прочего, еще тоже не будем забывать, что Павел говорит о некоторой созидательной деятельности в мире. Да, приближается конец времен. Да, там что-то его сейчас удерживает, противостоит этому торжеству тьмы. И вообще, на самом деле, в жизни верующих, если они любят друг друга и доверяют Христу, уже победил Христос. Вот. Но мы сейчас находимся вот не в суете, а в каком-то таком состоянии самих себя, состоянии мира, когда надо трудиться, трудиться, работать. Кто не работает, тот и не ешь. Поэтому, говорит апостол, увещеваем и убеждаем Господом Иисусом Христом, чтобы вот эти люди, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. То есть он имеет в виду не только зарабатывать себя на жизнь, но не унывайте, делая добро. Он призывает своих читателей до последнего дня, когда действительно придет Господь, до последнего дня включительно каждый день трудиться, работать, и чтобы прокормить себя, и чтобы созидать правду Божью, чтобы нести добро в этот мир, быть в нем источником того, что достойно Бога. Это чрезвычайно важная вещь, потому что, конечно, все послание в целом говорит, второе послание к фессалоникийцам говорит о том, что да когда бы не произошло это пришествие Господне, но, во-первых, надо держаться за Христа сейчас, и в этом есть Царство Небесное, то, что называют реализованной эсхатологией, а во-вторых, трудиться ради Божьего творения, ради тех людей, ради того мира, в котором Бог сейчас нас поселил до последнего дня. Вот, собственно, почти все. Еще одна важная, характерная мысль для автора этого послания. В самом конце третьей главы он говорит, ну, если же кто-то не слушает этого нашего слова, не согласен с Павлом, ну, обращайте внимание, имейте его на замечании, не сообщайтесь, но не считайте его за врага, а выразумляйте как брата. Апостол, который апостол, ну, или, по крайней мере, автор пишет от имени апостола, и, в общем, поминает апостольскую власть Павла, говорит о очень серьезных вещах, важных, о том, как вообще жизнь устроена, целеполагание, понимает, что кто-то с ним может не согласиться, он говорит, да, имейте его на замечании, но не считайте его за врага. Не считайте за врага того, кто думает иначе, чем я. Вот это поразительная совершенно вещь, которой, конечно, надо подражать. Конечно, надо подражать, и очень трудно подражать. Не считать за врага того, кто думает не так, как я. Если бы мы это умели, если бы мы помнили об этом призвании, о том, что так надо делать, христианская церковь оставалась бы по всю пору единой без всех своих бесконечных расколов и раздоров. Понимаете? Кто-то думает не так, как я, но он не враг. Не считайте его за врага. Очень больно, на самом деле, слушать эти слова, но и не слушать их нельзя.